Ты все прослушал, да, могу рассказать кратко еще раз. Перспективы развития, создать такой ресурс, который будет... Нет, я имею в виду развитие ресурсов. Развитие ресурсов. Технологические перспективы. Технологические перспективы, мы только что об этом сказали, да. Мы планируем отработать всю эту структуру, ее взаимодействие элементов друг с другом, так называемый процесс pipeline, то есть как мы это делаем. Создавать процессы, реализовывать... Присоединять других людей, тех, кому интересно, но помогать нам, потому что вдвоем это сделать невозможно. И в дальнейшем, конечно, самым финальным этапом, это, наверное, алгументированная реальность. То есть чтобы вся вот эта база, база данных, была доступна каждому человеку уже вот так, ну, в воздухе, то есть через какой-то гаджет, скажем. Проба добавить еще. То есть с перспективой мы хотим сделать цифровой город, да, то есть полностью отсканировать, насколько это возможно, Одессу с максимальным уровнем детализации и создать такую виртуальную среду, где Одесса будет представлена в открытом доступе для всех и каждого. Чтобы каждый человек мог подключиться, видеть любую точку, перемещаться в ней, например, открывать порталы в другие места. В принципе, сейчас происходит это глобально во всем мире, и уже во многих городах Европы, Штатов делают подобные проекты. То есть можно будет переместиться в другой город, там попутешествовать, походить, можно бы подняться куда-нибудь на горы. И это, да, это как бы первый уровень матрицы, вот он строится прямо сейчас. Плюс еще есть такая как бы у нас интересная идея, это пункт приема фотограмметрии. То есть, собственно, каждый может поучаствовать в этом процессе, воссоздание Одессы как бы в цифровом мире, в создании цифрового аватара Одессы. Для этого нужно просто иметь любой фотоаппарат, который у вас есть в доступе, и сфотографировать интересные вам места, и как бы эти фотографии просто передавать нам на обработку. Мы, собственно, их обрабатываем. В минимум, со своего балкона, да. Строен из них модель, добавляем к этому нашему цифровой копии Одессы, добавляем те части, которые люди как бы добавляют по собственному желанию. Потому что объем работы бесконечный, город большой, его вдвоем, даже диссидером сделать можно, конечно, но это очень долго. Мы используем дроны, снимаем с дронов общие виды, но детализация зависит от того, как близко ты подходишь к объекту, и, соответственно, лишней фотографии не будут. То есть, если у кого-то есть желание присоединиться, то можно уже просто начинать с того, что просто на смартфон, на любой фотоаппарат снимать интересующие вас части, присылать их нам, сделаем страничку на Фейсбуке, как будет какая-то координация этого процесса, и можно уже подключаться к постройке цифрового города.